Святитель Шанхайский, Западноевропейский и Сан-Франциский Иоанн Максимович Краткая история Русской Православной Церкви за границей Русская Зарубежная Церковь есть часть Русской Церкви, находящаяся вне границ российского государства и возглавляемая Первоэрархом и Архиерийским Синодом, избранным Собором Епископов Русского Зарубежья Русская Церковь имеет свою заграничную часть уже около двух веков Проповедь христианства языческим племенам Азии повлекла создание миссий, сделавшихся с течением времени епархиями в Китае и Японии Продолжением проповеди в Азии явилось распространение православия среди языческого населения на Алиутских островах и на Аляске и создание миссий для Северной Америки и затем епархии В Западной Европе, начиная с XVIII века, устроялись церкви Сначала при российских посольствах, а затем и отдельно от них в местах, посещаемых русскими при поездках за границу Все те церкви считались состоящими в епархии митрополита Петроградского И в последнее перед революцией время находились в непосредственном заведовании его викария, епископа Кронштадтского Никто из восточных патриархов, авторитет которых высоко чтился русским народом, как и никто из других глав православных церквей Никогда не возражал против такого распространения русской церкви Если по церковным канонам 30-летняя давность достаточная, чтобы храм или место считались принадлежащими той епархии Которая в течение тех лет владела ими То тем более нужно признать бесспорным за русской церковью право на те места, которые в течение многих десятков лет окормлялись ею С уверенностью можно сказать, что этот вопрос никогда не был бы поднят, если бы российская империя, а с ней и русская церковь оставались в прежней силе и славе и не стряслось с ними бедствие После крушения монархии русская церковь продолжала внутри и вне России пользоваться прежними правами Но так продолжалось недолго Вскоре началось ее гонение Коммунистическое правительство, пришедшее к власти, поставило себе целью искоренение всякой религии Которая по марксистскому учению является предрассудком и суеверием Главный удар был направлен на православную церковь, к которой принадлежало подавляющее большинство русского народа И которая вдохновляла его в течение веков с самого крещения Начались закрытия церквей, преследования и убийства священнослужителей Перешедшие затем в систематическую борьбу с церковью с целью ее уничтожения Предвидя возможность лишения свободы высшей власти русской церкви И невозможность для отдельных частей русской церкви сноситься с ней Возглавлявший ее тогда патриарх Тихон отдал распоряжение, чтобы в частях отдельных от центрального управления Создавались временные церковные управления под главенством старейшего из иерархов, находящихся там В то время уже были созданы церковные управления в местах, не имевших отношений с Москвой Во время гражданской войны внутри самой России, на юде России и в Сербии Когда же последовал великий исход русских из своего отечества, после поражения войск, боровшихся с коммунистической властью Тогда оказалось за границей и высшее церковное управление Юга России Возглавляемое известным всему православному миру митрополитом Антонием Храповицким Прибывшие в Константинополь иерархи немедленно обратились к местоблюстителю Вселенского престола Блаженной памяти митрополиту Прусскому Дорофею с просьбой разрешить им продолжать окормлять свою русскую паству Разрешение им было дано актом от 29 декабря 1920 года В начале следующего, 1921 года, по приглашению сербского патриарха Дмитрия, митрополит Антоний переехал в Сербию И туда же перешло высшее управление русской церкви за границей Вокруг него объединились тогда все русские архиереи русской церкви Все части русской церкви вне границы российского государства В церкви, находившиеся во владении викария петроградского митрополита Временным высшим церковным управлением были поручены архиепископу Евлодию Это назначение было утверждено затем патриархом Тихоном Духовные миссии на Дальнем Востоке, в Китае и Японии А также епископы, переселившиеся из России в Маньчжурию Признали себя подчиненными образованному церковному управлению за границей Согласно желанию патриарха Тихона, тем же управлением в Америку Был назначен один из епископов, прибывших с юга России в Константинополь Митрополит Платон Также подчинились высшему церковному управлению Наша духовная миссия в Иерусалиме и протопресвитер в Аргентине Высшее церковное управление, зародившееся на юде России В областях тогда свободных от советской власти Соответствовавшее позднейшему указу патриарха Тихона От 7-го 20-го ноября 1920-го года Подтвержденное местоблюстителем Вселенского престола Митрополитом Дорофеем И братски принятое патриархом сербским Дмитрием Стало действительно высшей церковной властью Для всех русских церквей, находившихся вне границ России Высшее церковное управление, в которое вначале кроме епископов Входили также представители клира и мирян Признавало своим верховным кироиерархом Патриарха Московского Тихона И свое вынужденное отделение от него Рассматривало как временное И считало себя ответственным Перед будущим собором всероссийским По освобождении России от безбожной власти Патриарх Московский Тихон Признавал назначение Сделанное высшим церковным управлением за границей Даже давал ему указания Например, о назначении епархиальным архиереем Северной Америки Митрополита Платона О производстве ревизии, посвященного в Белграде Настоятелем церкви в Копенгаген епископа Антония В ноябре 1921 года В Сремских Карловцах в Югославии Состоялся первый заграничный собор В котором кроме 24 епископов Приняли участие представители клира и мирян Являясь таким образом голосом всех русских Сумевших уйти из-под советской власти Собор счел себя обязанным Высказаться о положении в России Где томилась под гнетом той власти Остальное население России Собор обратился к Геновецкой конференции С просьбой не поддерживать большевистскую власть И помочь русскому народу освободиться от нее Большевистская власть, усмотрев в этом угрозу для себя Решила оказать давление на находившихся за границей русских Через церковную власть Под сильным давлением советского правительства Патриарх Тихон подписал указ об упразднении Высшего церковного управления Поручив митрополиту Евлогию Позаботиться об образовании нового управления После этого патриарх Тихон был немедленно арестован Руководствуясь прежним его распоряжением От 7-20 ноября 1920 года Заграничные архиереи собрались 31 августа 1922 года И постановили закрыть высшее церковное управление А вместо него избрать архиерейский синод Председателем его избран был, как старший пасану Занимавший старейшую русскую кафедру И являвшийся единственным, кроме патриарха Постоянным членом российского синода Митрополит Киевский Антоний Все русские церкви подчинились архиерейскому синоду Как раньше высшему церковному управлению И избранный архиерейский синод стал признанной церковной властью Заграницей Архиерейский синод и собор продолжали считать себя И подведомственные им церкви неразрывной частью русской церкви По русскому обычаю во всех русских церквях заграницей Возносилось за богослужениями имя патриарха Тихона А после него имя возглавителя церкви за границей Митрополита Антония Председатель заграничного архиерейского синода Митрополит Антоний После ареста патриарха Тихона Остававшийся старшим русским иерархом Из находившихся на свободе Встал на защиту гонимой русской церкви В своих посланиях к святейшим патриархам И иконославным властьимущим Он разъяснял истинное положение русской церкви Часто доходившее до них в извращенном виде Его обращение к архиепископу Кентерберийскому Имело следствием вмешательство английского правительства В судьбу патриарха Тихона И он был выпущен из заключения тогда Когда уже назначался суд над ним И составлялся обвинительный акт С целью приговора его к смертной казни После кончины патриарха Тихона в 1925 году Русская заграничная церковь признала Местоблюстителем патриаршего престола Митрополита Крутицкого Петра Однако вскоре он был арестован И сослан советской властью За твердость и нежелание Сделать уступки безбожной власти Церковь в России и в зарубежье Продолжала считать его своим главой И имя его возносилось за богослужением Во всех храмах Заместителем стал митрополит Сергий К этому времени в среде заграничных Русских иерархов возникли Некоторые разногласия И митрополитом Евлодием Было сделано обращение К митрополиту Сергию С просьбой помочь устранить разногласия Это позволило митрополиту Сергию Высказать свой взгляд На положение заграничной части Русской церкви Обращаясь общим письмом К епископам, находившимся за границей 12 сентября 1926 года Он пишет Дорогие мои святители Вы просите меня быть судьей в деле Которого я совершенно не знаю Может ли вообще московский патриарх Быть руководителем церковной жизни Православных эмигрантов Польза самого церковного дела требует Чтобы вы общим согласием Создали для себя центральный орган церковного управления Достаточно авторитетный Для разрешения всех недоразумений и разногласий И имеющий силу пересекать Недоразумения и всякое непослушание Не прибегая к нашей поддержке В исполненном любви к своим заграничным собратьям письмам Он говорит Едва ли мы с вами увидимся еще в настоящей жизни Но уповаю, милостью Божией Увидимся в жизни грядущей Это было последнее письмо митрополита Сергия В котором он свободно писал то Что внутренне сознавал истинным Тюремное заключение Угроза в отношении не только его Но и всей русской церкви И лживые обещания советской власти Сломили его Через несколько месяцев После своего любвеобильного письма Заграничным иерархам Являвшегося как бы завещанием Перед потерей внутренней свободы Митрополит Сергий Издал декларацию В которой он признал советскую власть Заподлинно законную русскую власть Пекущуюся о благе народном Радости которой Суть нашей радости И горести ее Наши горести Так сказано в декларации От 16-29 июля 1927 года Одновременно согласно обещанию Данному им советской власти Митрополит Сергий потребовал От заграничного духовенства Подписки о лояльности советской власти Этот указ Стоял в полном противоречии С высказанным за девять месяцев До того взглядом Что Московская патриархия Не может руководить Церковной жизнью иммигрантов Если для находившихся в России Перенесших тяжелые страдания Могли быть смягчающие обстоятельства Их нравственной сдачи жестокой власти Так же как каноны церковные Во время гонений Смягчали эпитемии Отрекшимся от Христа После тяжелых страданий То для находящихся на свободе И в сравнительной безопасности Никаких смягчающих обстоятельств И оправдания И даже здравого смысла В такой подписке не было Едва ли сам митрополит Сергий Рассчитывал Что кто-либо за границей Подчинится его указу И сделал это явно Чтобы выполнить требования Советской власти И тем самым С себя снять ответственность Однако митрополит Евлодий Со своими викариями И епископом севастопольским Вениамином Согласились подчиниться Указу митрополита Сергия Между тем В самой России Оказались мужественные исповедники Из числа заключенных И находившихся на свободе Епископов Заявившие митрополиту Сергию О непризнании соглашения С безбожной властью Гонительницей церкви Многие из них Прервали даже молитвенное общение С митрополитом Сергием Как павшим И вступившим в союз С безбожниками И за ними последовала Часть клира и мирян В России Безбожная советская власть Жестоко преследовала Таких стойких иерархов И их последователей Не исполнив своих обещаний Митрополиту Сергию Побудивших его пойти На соглашение с нею Она в то же время Лишала свободы Ссылала и даже казнила Многих Не признавших Декларации Митрополита Сергия К числу лиц Не признавших Декларации Митрополита Сергия О верности Советской власти Принадлежали Местоблюститель Патриаршего престола Митрополит Петр Заместителем которого Являлся Митрополит Сергий Митрополит Ярославский Агафангел И Казанский Кирилл Указанные Патриархом Тихоном Как возможные Местоблюстители Того престола Если бы Владыка Петр Не вступил на него Митрополит Иосиф Петроградский И многие другие Известные иерархи Да и сам Митрополит Сергий Был единомышлен С ними Еще задолго До подписания Декларации По указанным Выше причинам Декларация Митрополита Сергия Не принесла Пользы церкви Гонения Не только Не прекратились Но резко Усилились К числу Прочих Обвинений Предъявляемых Советской Властью Священнослужителям Амирянам Прибавилось Еще одно Непризнание Декларации Одновременно По всей России Прокатилась Волна Закрытия Храмов В течение Нескольких Лет Были уничтожены И взяты Для разных Надобностей Почти Все храмы Целые Области Остались Без единого Храма Концлагеря И места Принудительных Работ Содержали Тысячи Священнослужителей Значительная Часть Которых Никогда Не вышла На свободу Будучи Там Казнена Или Умершая От непосильных Трудов И лишений Преследовались Даже Дети Священников И все Верующие Миряне С Сими Гонимами Духовно Была Русская Зарубежная Церковь Кроме Нескольких Уже Упомянутых Иерархов Все остальные Во главе С митрополитом Антонием Наотрез Отказались Дать подписку В лояльности Советской Власти И выступали С ярким Обличением Кроме Того Митрополит Антоний Очень любивший Митрополита Сергия И внутренне Страдая За своего Любимого Ученика И друга Написал От себя Увещательное Письмо Вероятно Не дошедшее До него Во всяком Случае Не могшее Теперь уже Оказать Влияние На его Поступки Как Не признавшая Декларация Митрополита Сергия Иерархи И паства Внутри России Так И зарубежная Ее часть Никогда Не выходили Из состава Русской Церкви Все Они По-прежнему Пребывали В духовном Единении С томившимся В пустынном Месте Крайнего Севера Местоблюстителем Патриаршего Престола Митрополитом Петром Имя Его Возносилась Во всех Церквах Русского Зарубежья Во всех Ее Церквах Возносились Моления О страждущих В Отечестве Братьях Об избавлении Их от Безбожной Власти И упокоении Умученных Ею Между тем Давший Требуемую Митрополитом Сергием Подписку О лояльности Советской Власти Митрополит Евлодий Был приглашен На устроенное В Англии Моление О страждущей Церкви Русской И принял В нем Участие В этом Его Участие Было Усмотрено Выступление Против Советской Власти И он Был Митрополитом Сергием Запрещен В священ Последователя отколовшихся от нее епископов. Митрополита Евлогия, митрополита Платона с их викариями. А он также был посредником между ней и митрополитом Сергием, которого чтил и любил как своего ректора Академии. Однако вскоре ему пришлось убедиться, что митрополит Сергий находится в руках врагов церкви и действия его вредны ей, о чем патриарх прямо и написал ему. К русскому зарубежью патриарх Варнава 9-22 июля 1930 года обратился во время службы в русской Троицкой церкви со словом, в котором сказал «Знайте, что изуверы, гонящие церковь, не только ее мучают, но стараются ее расколоть, разъединить и всячески простирают свои преступные руки к вам, находящимся за пределами вашего Отечества. Вы, верные сыны России, должны помнить, что вы являетесь единственной опорой великого русского народа. Посеянные врагами вашей Родины церковные раздоры должны во что бы то ни стало прекратиться. Среди вас находится великий иерарх, митрополит Антоний, который является украшением Вселенской Православной Церкви. Это высокий ум, который подобен первым иерархам Церкви Христовой в начале христианства. В нем и заключается церковная правда, и те, кто отдалился, должны вернуться к нему. Вы все, не только живущие в нашей Югославии, но и находящиеся в Америке, в Азии, во всех странах мира, должны составить во главе с вашим великим архипасторем, митрополитом Антонием, единое, несокрушимое целое, не поддающееся нападкам и провокациям врагов в Церкви. Я, как сербский патриарх, ныне ваш родной брат, горячо молюсь Богу, чтобы он соединил русских людей, находящихся за границей в единое целое. Чтобы возросла Россия такой, какой она была во главе с православным самодержавным царем. И от имени Господа Иисуса Христа и всех его святых благословляю все благословением патриаршам. Патриарх Варнава принимал живое участие в делах русской зарубежной церкви, созывая под своим председательством совещание представителей разных зарубежных церковных совещаний, областей с целью прекращения разногласий, прекращения раскола и возвращения в зарубежную церковь, вышедших из нее. При его участии и под его председательством в 1935 году было выработано положение о русской православной церкви за границей, подписанное им и русскими иерархами, и явившиеся основой для управления русской зарубежной церковью. Такое же любвеобильное отношение к русской зарубежной церкви проявлял антиохийский патриарх Григорий, оказывавший ей всегда поддержку. Всегда в общении с русской православной зарубежной церковью пребывал святейший Александрийский патриарх, оказывая ей братскую поддержку и обращавшийся к ее первоирархам как к законным ее возглавителям. Блаженный патриарх Иерусалимский также не только допускал действия русской церкви в пределах своего патриархата, но и призывал ее к участию в делах патриархата. Так, имея нужду в рукоположении новых епископов, он пригласил для служения с ним находившегося в Иерусалиме архиепископа Анастасия, впоследствии митрополита и первая иерарха русской зарубежной церкви. Блаженный патриарх Тимофей был одним из епископов, рукоположенных совместно патриархом Дамианом и митрополитом Анастасием. Всегда в общении с русской зарубежной церковью находился архиепископ Горы Синайской. В братском единении была с ней церковь болгарская. В пределах поместных церквей русская зарубежная церковь окормляла своих духовных чад по соглашению со священно-началием тех церквей и действовала в границах ей предоставленных совершенно самостоятельно, продолжая осуществлять права русской церкви, прежде ей предоставленные. В 1935 году был отмечен юбилей 50-летия священнослужения главы русской зарубежной церкви митрополита Антония. Празднование этого юбилея приняло характер великого торжества православной церкви. В нем приняла живое участие не только сербская церковь, в пределах которой он проживал, но прибыли в Белград представители от разных церквей. От антиохийской церкви прибыл митрополит Илья Ливанский. Прибыли представители из разных концов земного шара. В следующем, 1936 году, скончался первый иерарх русской зарубежной церкви митрополит Антоний. Приемником его стал митрополит Анастасий, преднареченный еще прежде и вскоре избранный собором русских зарубежных архиереев. Русская зарубежная церковь продолжала существовать и действовать по-прежнему, руководствуясь положением, принятым под председательством патриарха Варнавы и пользуясь повсеместно прежними правами. В 1937 году скончался в ссылке местоблюститель московского патриаршего престола митрополит Крутицкий Петр. И, по-видимому, незадолго перед тем или вскоре после него, также в ссылке скончался митрополит Казанский, который должен был после митрополита Петра стать местоблюстителем. Патриарший Московский Синод, составленный из архиереев, приглашенных в него митрополитом Сергием, утвердили последнего местоблюстителем патриаршего престола. В то время русская церковь внутри России находилась в состоянии крайнего опустошения. На свободе было только 20 архиереев. Большинство церквей было закрыто, уничтожено или использовалось в кощунственных целях. Огромные пространства не имели ни одной церкви. Мощи и чудотворные иконы были взяты в музеи. Большинство оставшегося духовенства находилось в ссылках на принудительных работах или проживало, скрывая свой сан, зарабатывая себе каким-либо трудом жалкое пропитание и лишь тайно совершая богослужения у верных мирян. В то же время митрополит Сергий продолжал утверждать, что гонений на церковь в России нет. Русская зарубежная церковь, уже не состоявшая в подчинении митрополиту Сергию и его синоду, осталась в прежнем отношении к ним, то есть не признавала их. Однако она ощущала себя духовно единой со страждущей матерью церковью и по-прежнему возносила моления за нее и за страждущих братьев. В 1939 году началась Вторая мировая война, в которую оказалась втянутой и Россия, управляемая советской властью. Народ ожидал, что война принесет освобождение от советской власти и в начале войны сдавался целыми частями, не желая защищать своего угнетателя. Однако, когда народ понял, что идет борьба против России, которую германцы хотят покорить себе, он поднялся на защиту Отечества. Советская власть использовала народный порыв, видя, что таящаяся в народе вера во время войны стала неудержимо прорываться, что удержать ее нет возможности, так как она по-прежнему является главной внутренней силой миллионов русских, советская власть решила временно пойти на уступки и оказать внимание церкви, сделать народ своим союзником в тяжелой борьбе, в которой она легко могла быть смятой без народной поддержки. Были открыты некоторые храмы, возвращена часть мощей, взятых в музеи. Это была лишь небольшая часть святынь и церковного достояния, захваченного советской властью. И однако в этом многие увидели изменение отношений советской власти к церкви. Советская власть допустила выборы патриарха и допустила видимую свободу церкви. Однако, в сущности, нисколько не облегчила положение церкви. Патриарх и его сенот были под строгим надзором власти и ничего не могли совершить без ведома представителя советской власти, председателя совета по делам православной церкви и должны были следовать его указаниям. В этом нет никакого сходства с положением святейшего синода в царское время. Русский царь и его правительство были православными и стремились к благу церкви. И если и тогда бывали случаи, когда представители власти, оберпрокуроры неправильно понимали интересы церкви и действия их бывали вредны для нее, однако то были отдельные эпизоды, вредные, но не представлявшие систематического разрушения церкви. Теперь же советское правительство явилось коммунистическим, безбожным в своей основе и идеей, поставившим себе целью уничтожения всякой религии, как суеверие и насаждение атеизма. Могут быть временные уступки, могут быть разные тактические приемы, но основная цель оставалась неизменной. Используя церковную власть и церковь для достижения своих политических целей, советское правительство заранее подготавливало удар для нанесения церкви, когда оно найдет это возможным и удобным. Доказательства и примеры такой гибкости советской политики мы видели во всех областях. Советское правительство, когда ему было нужно, широко использовало патриотизм русского народа и проявляло себя как подлинное русское правительство. Однако еще не успела окончиться война, как русские патриотические лозунги были отброшены. Правительство на первое место поставило интернациональную политику и цели коммунизма, хотя пока не отказалось полностью от русских исторических целей, для нее тогда выгодных. Допустив усиление влияния армии и ее начальников во время войны, советское правительство разделалось с оставшими популярными военачальниками и послало в ссылку многих отличившихся воинов, объявив, что весь успех войны надо приписать коммунистической партии. Завязав приятельские отношения с разными иностранными правительствами, советские вожди затем круто переменились и стали обливать грязью тех, кто с ними обнимался. Призывая во время войны поддерживать целость и славу Отечества, после войны советское правительство предало смерти многих видных русских патриотов. Так и в отношении церкви. Коммунистическое правительство в противность своему основному мировоззрению поддерживало церковь, имея в виду уничтожить все ей разрешенное и самую церковь, когда она станет ей не нужна. Для чего же советская власть иногда проявляла видимость благожелательности к церкви? Во-первых, она еще не чувствовала себя достаточно сильной, чтобы во всех случаях вступать в прямую борьбу с верующим народом внутри России и вступить в открытый для всего мира конфликт с ним, особенно ввиду возможности международных осложнений. Во-вторых, она нуждалась пока в прикрытии настоящих своих целей и использовала духовенство для создания о себе хорошего мнения среди свободных народов. В-третьих, через подвластное ему духовенство советское правительство хотело ограничить религиозное движение, влиять на русское зарубежье и держать в своих руках русскую эмиграцию. Зная, что русские по преимуществу объединяются вокруг церкви, оно, не имея силы уничтожить церковь, хотело пока через нее иметь влияние на подвластных ей. Держа в своих руках духовенство, оно тем самым рассчитывало воздействовать и на паству. Отсюда требования через покорного ей возглавителя церкви подписки о лояльности советской власти всех священнослужителей. Законно ли было такое требование и выполнимо ли оно? Русские за рубежом России не подданные советской власти. Оставаясь верными своему отечеству, мы не признаем законным правительство, идущее против тысячелетнего мировоззрения нашего народа. И мы ушли за границу, чтобы ему не подчиняться. Почему же архиереи и прочие клирики должны обещать ему лояльность? Требует ли архиепископ Константинополя вселенский патриарх от своей греческой и иных народностей паства, находящиеся в Америке и других частях света лояльности турецкому правительству? Патриарх антиохийский, патриархат которого обнимает Сирию и Ливан, требует ли лояльности к одному или другому правительству от людей, им не подвластных? Требовал ли русский святейший сенот лояльности к русскому правительству и даже самому благочестивейшему императору от православных, являвшихся гражданами Америки или бывших подданными других государств? Во время русско-японской войны просветитель Японии русский архиепископ Николай, оставаясь в Японии, благословлял православных японских воинов, шедших на войну сражаться за свое отечество. Хотя сам он лично не совершал богослужений, так как не мог молиться о победе над родной ему Россией, но разрешил это делать подчиненному ему японскому духовенству. По окончании войны он за исполнение своего пастырского долга был награжден русским святейшим синодом и самим русским царем. Если так поступал благочестивый царь и святейший правительствующий синод, то имеет ли кто-либо право и есть ли в том нравственная правда от людей, борющихся с безбожной властью, через их духовных пастырей требовать покорности ей. Когда сербский патриарх Алексий III, а после него Арсений IV, со своею паствою покинули свое отечество, находившееся с XIV века под властью турок и переселились в другую страну, архипастыри и пастыри переселившихся сербов не подчинялись более новым патриархом Сербии, порабощенной турками, дабы быть свободными. Не подобное ли совершалось в Греции? Почему возникла и существует как автокефальная церковь Илладская, хотя область ее искони составляла часть Константинопольского Вселенского Патриархата? Когда в 1819-20-х годах было восстание греков против турок, турецкое правительство потребовало от патриарха отлучения восставших греков, и патриарх это выполнил. Хотя греки хорошо знали, что он лишь внешне выполнил то, что от него требовали, оставаясь душою и сердцем с ними, однако, объявив его прещения недействительными, они церковно стали управляться независимо от него. А при образовании Илладского государства была устроена независимая Илладская церковь. Около 30 лет архиепископ Константинопольский и Илладский Синод не имели между собой общения, пока между патриаршей и Илладской церквами не установились отношения, как между церквами независимыми. До недавнего времени греки, проживавшие в других странах, окормлялись духовенством Илладской церкви. И лишь после Первой мировой войны, когда Турция была полуразрушена и ослаблена, греки в диаспоре стали вновь духовную паствою Вселенского патриарха. Однако Илладская церковь осталась автокефальная, и даже в нее после Балканской и двух мировых войн вошли новые присоединенные Греции области, издревле принадлежавшие Константинопольской патриархии, а архиепископ Афинский получил титул Блаженнейшего. Очевидно, что лишь когда Константинополь снова станет столицей греческого государства, если то милостью Божией будет, сольются вновь те две греческие церкви, так же, как объединились все разрозненные части сербской церкви, когда были освобождены и соединились в одно государство все сербские области. Если стремление сохранить духовную свободу и оградить себя от всякого влияния властей, хотя и не христианских, но все же почитавших по-своему Бога, и хотя ограничивавших свободу христиан, но открытое преследование допускавших лишь временами было причиной внешнего отделения частей церкви от матери церкви, то тем более справедливо, допустимо и необходимо предохранение верующих от всякого давления власти, открыто поставившей себе целью борьбу с религией, как с суеверием, и систематически стремившейся к уничтожению ее. Врата Адова не одолеют церкви. Церковь испытывала страшные гонения и претерпевала их, увенчиваясь сонмом новых мучеников. Но никогда церковь не желала гонений и молилась об избавлении от них и от соблазнов. Молилась о неуспехе гонителей, и известно, что Юлиан-отступник погиб, когда святитель Василий Велитий молился о сохранении церкви от него. Кому нужно уничтожение зарубежной русской церкви? Русским ли беженцам? Русскому зарубежью? Но именно зарубежная часть дает ему духовную силу, объединяет, предохраняет от полного исчезновения с потерей православной веры. А вместе и всей русской культуры, созданной православием. Только враги России и русского народа могут желать этого. Нужно ли, полезно ли русской церкви внутри России уничтожение зарубежной церкви? Русская зарубежная церковь духовно не отделяется от страждущей матери. Она возносит за нее молитвы, хранит ее духовные и вещественные богатства. И в свое время соединиться с нею, когда исчезнут причины, разъединившие их. Нет сомнения, что и внутри России многие иерархи, клирики и миряне с нами. И сами рады были бы поступить, как мы, если бы могли. Прекращение отдельного существования церкви зарубежной нужно и выгодно было лишь советской власти. Через духовенство она желала иметь контроль над эмиграцией и влияние на нее. Эмигранты, не пожелавшие быть под духовным водительством пастырей, зависевших от советов, оставшись без церкви, могли распылиться и не быть больше опасны советской власти. Духовенство в России, особенно иерархия, являлась заложницей за эмиграцию. Если, когда не было никаких оснований делать ответственным патриарха Тихона за деяние зарубежной иерархии, он был обвинен в том, то при подчинении ее патриарх полностью будет нести ответственность. При выступлениях русских эмигрантов против советской власти она не постеснялась бы также повесить патриарха на кремлевских воротах, как турки повесили патриарха Григория V на воротах патриархии. Не имея видимых отношений со своей церковью в русская зарубежная церковь в духовном общении со всеми там страждущими и гонимами, томящимися в узах и ссылках. Мы верим и знаем, что сильна православная вера в России. Господь Бог, сохранивший семь тысяч мужей, не преклонивших колено перед Ваалом, в дни Ильи и ныне имеет множество рабов своих, тайнослужащих и молящихся ему по всему пространству русской земли. И среди архиереев, внешнепокорных советской власти, многие терзались тем внутренне. И при наступлении возможности должны поступить по примеру тех, кто на Халкидонском соборе со слезами заявили, что вынужденно дали свои подписи на разбойничьем соборе. По примеру святого патриарха Павла, угнетенного совестью и принявшего схему в сознании своей слабости при иконоборцах. О том свидетельствовали множество покинувших Родину во время Второй мировой войны. Это знали и советы, и держали под явным и тайным надзором всех, особенно временно выпускавшихся за границу. Но наряду с тем были и обратные явления. Так со страшной хулой на Бога и веру Христову печатно обрушился профессор Духовной Академии протеерей Осипов, за несколько дней до того занимавший видное положение в клире. С ним оказались в согласии и некоторые другие священнослужители. Постановление Московского Патриаршего Синода от 30 декабря 1959 года извергнутые из сана и лишенные всякого церковного общения. «От нас из Эдоша, но не Беша от нас», — говорит постановление словами Священного Писания. Несомненно, кроме сих уже открывшихся, есть еще и другие тайные враги церкви до поры, притворяющиеся верными ее сынами, чтобы затем нанести ей посрамление. Под властью безбожников духовная зима, во время которой нельзя распознать деревьев, лишенных своих листьев. Там полностью исполнились слова пророка Михея. «Не верьте друг другу, не полагайтесь на приятеля. Враги человеку домашние его». В 1964 году, уступая возрасту и болезни, ушел на покой митрополит Анастасий, и на его место был избран епископ Филарет, который возглавил зарубежную церковь, ведя ее по тому же пути, по которому направили церковную жизнь его предшественники. Русские беженцы, рассеянные по всему свету, часто находясь в тяжелых условиях, ждут того светлого дня, когда Отечество освободится от власти безбожников, терзающих душу и тело их братьев, и они смогут соединиться с ним. Русская зарубежная церковь несет с ними тяжкий крест изгнания. Ни в чем не изменив православию, храня предания и обычаи русской церкви и ее материальное достояние, находящееся за границей, она по силе своей окормляет свою паству, удерживает ее в православии и воспитывает в ней новые поколения, и распространяет православие в народах, среди которых находится. В церквах зарубежных всегда возглашались молитвы о страждущем Отечестве, о гонимой церкви, о умученных и убиенных, за которых не смели открыто молиться там, о спасении Отечества и избавлении от лютой власти, о восстановлении правоверия и благочестия. Все те моления возможны лишь при независимости от тех, кто в руках той самой лютой власти находится и ей покоряется. Русская зарубежная церковь, возглавляемая собором епископов, посвященных уже в зарубежье, и архиерейской присягой, обязавшихся повиноваться ее церковной власти, имеет епископов в разных странах, имеет мужские и женские монастыри, из которых некоторые существуют еще с царского времени, в Палестине. Другие получили начало в дореволюционной России, Леснинский во Франции, Богородице Владимирской в Калифорнии и Канаде. А остальные созданы уже в дни наших бедствий в недрах зарубежной русской церкви, каковы Свято-Троицкий в Джордан-Вилле, преподобного Иова Почаевского в Мюнхене, Новодивеева, Новая Коренная Пустынь и другие. Центр русской зарубежной церкви находится в Нью-Йорке, в большом здании, пожертвованном ей одним богатым русским человеком. Здесь помещается собор с чудотворной иконой Божией Матери, Курско-Коренной, покои митрополита, синодальная канцелярия, возглавляемая секретарем синода, и разные учреждения. Русская зарубежная церковь имеет свою семинарию, состоящую в ранге высших учебных заведений по местным законам, свои средние учебные заведения и школы, в которых растущие за границей дети проходят православное вероучение и воспринимают русскую культуру. Приходы и церковные общины русской зарубежной церкви разбросаны по всему миру, имеются и в крупных городах с мировым значением, и в пустынных местах, где горсточка русских. Их окормляют священники, часто принужденные совершать большие путешествия, чтобы посетить живущих на больших расстояниях прихожан. Другие должны добывать себе пропитание каким-либо трудом, так как бедное их паство не может их обеспечить. Особенное значение имеет русская духовная миссия в Иерусалиме с двумя женскими монастырями – Елеонским и Дефсиманским. Она постоянно борется за сохранение своих святынь на Елеонской горе в Хевроне у порога судных враг и способствует устройству паломничеств. Архипастыри и пастыри зарубежной церкви разделяют со своей паствой все душевные и материальные тяготы, которые неизбежно связаны с пребыванием в беженстве, и исполняют свой долг служения православной, в частности, русской церкви, и веление своей совести в отношении своего земного Отечества, России и своих братьев. Но не столько их тяготят лишения, сколько непонимание своих собратьев, представителей других православных церквей. В то время, как зарубежная церковь идет тем же путем, на которой благословили ее в свое время первоиерархи всей православной церкви, отношение со стороны преемников их значительно изменилось. Ей ставятся ограничения и предъявляются к ее иерархии и клиру требования, невыполнимые по долгу совести и пастырскому. Когда Россия была в благоденствии, она оказывала всяческую поддержку своим православным собратьям, находящимся в худших условиях, особенно порабощенным иноверцам. Не только государство направляло к тому все стремления, но в том принимал участие весь народ. Молитвы о них возносились в храмах и в домах. Все вечерние молитвы, напечатанные в полных молитвенниках, заканчивались прошением. «Богохульное Агаринское царство не спровержи, и православным царем покори, правоверие же утверди и вознеси рог христиан православных». Это было напечатано как в церковных книгах, так и в молитвенниках для народа. Каждый это может проверить. Ежедневно эту молитву читало множество русских людей во всех уголках России. Не нужно ли еще больше молиться ныне всем о неспровержении не только богохульной, но богоборческой власти, ополчившейся не только на православие, но вообще на веру в Бога? И если часто о том возносятся молитвы в храмах других христианских исповеданий, не первый ли долг о том молиться православным, особенно сынам порабощенной России, находящимся вне ее? Тот, кто в пленении и кто на свободе, даст в свое время ответ великому архиерею, всеправедному судии, да скажет он тогда. Амали был Еси верен в ниде в радость Господа Твоего. О духовном и нравственном значении Русской Православной Церкви за границей. Все части Вселенской Церкви имеют одну общую цель – проповедь Слова Божия – подготовку людей к тому, чтобы они становились способными быть членами тела Христова. И ставши таковыми, все более и более, все искреннее и крепче сроднялись с божественной, спасительной жизнью тела Христова, ибо в том и есть спасение людей. В достижении этой общей цели каждая поместная церковь имеет свое значение. Каждому народу Божиим промыслом даны особые дарования. Каждая церковь осуществляет свое задание сообразно с теми дарованиями. Посему каждый народ или объединение сродных народов имеет свою церковь, и такое разделение церковной власти помогает делу проповеди. Поэтому православная церковь допускает учреждения новых поместных церквей и тем новых центров проповеди. Так возникла и русская, и славянские церкви. Итак, каждый народ имеет свои особенности духа, и то есть основание образования поместных народных церквей. Все они вместе составляют единую вселенскую церковь и приносят в нее те особенности и дарования, как приносят добрые рабы приобретение на данные Богом таланты. Так созидается Богу угодное сочетание духовных звуков и цветов, которыми украшается церковь, объединяющая во славу Божию все народы. В сию красоту земля приносит небу, как благовонная кадила. В ту красоту и русская церковь приносит свои цветы и свои звуки. Сравним суровую иногда строгость праведников Востока и умиленность духа русских святых. Рассеянные по всему свету мы сохраняем данные нам Богом особенности духа. то призывает нас сохранять единство с церковью, которой Богом вверено делание среди нас, наше духовное окормление и воспитание, поддержание нашего духовного горения, развитие наших талантов. Поэтому, рассеянные по всему свету, мы устраиваем наши русские церкви и вместе составляем одну русскую церковь. Духовное проявление церкви во всех народах одинаковое, но виды, цвета и звуки различны. Разделение служений и дарований было угодно Творцу всех, Спасителю Богу. Мы знаем и ощущаем духовную пользу и испытываем радость, видя, как разные народы, разных характеров и дарований воздают славу единому Богу. Поэтому, например, руководствуясь подлинным церковным сознанием и чувством, сербская церковь с радостью устрояла у себя русскую церковь, свидетельствуя духовную пользу ее пребывания. Наша русская зарубежная церковь есть часть русской церкви, о ее единстве нам свидетельствует и то, что милость Божия, проявившаяся на нашей родине в обновлении икон, не ограничила своего проявления пределами России, но проявлялась и в зарубежной Руси, в русских храмах и у русских православных людей зарубежья. Духовно русская церковь неразделима. Она всегда одна и та же русская церковь, где бы мы ни были. Русская зарубежная церковь объединена духовно со святой русской церковью, ибо мы часть русской церкви. Мы храним свое единство, общаясь со всеми церквами, с которыми возможно общаться. В нашем рассеянии по всему миру мы не подчиняемся местным церквам, не потому, что относимся к ним враждебно, а потому, что бережем святую русскую церковь и свойства русской души. Наше единство церковное выражается в подчинении единой для всего рассеяния церковной власти. И это единство сохраняет русских людей в зарубежье в верности возложенному на них Богом подвигу. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова